Уважаемые жители Гагаузии, я, Александр Кендигелян, начальник главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, совместно с моим коллегой, начальником управления по безопасности пищевых продуктов Тукан Михайловичем, мы хотим представить вам информацию, которая, на мой взгляд, должна заинтересовать всех жителей автономии, потому что касается жизни и жизнедеятельности всех тех людей, которые имеют в подворьях живность, а конкретно свиней держат. Вы знаете, на территории нашей страны возникла такая ситуация, на севере республики в одном из сел было обнаружено заболевание так называемой африканской чумы свиней. И это достаточно серьезное заболевание, которое может повлечь за собой невосполнимые потери для держателей этого вида животных. Михаил Михайлович, вас проинформируют о тех мерах безопасности, которые должны быть вами соблюдены, а я скажу, какие меры предпринимает Исполнительный комитет Гагаузии, Главное управление сельского хозяйства, для того, чтобы, во-первых, вас информировать, во-вторых, предотвратить эти моменты. Прошу, Михаил Михайлович. Африканская чума свиней – это особо опасная, остро-заразная вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех возрастов, всех пород в любое время года. Для жизни и здоровья человека вирус африканской чумы свиней опасности не представляет. Однако вирус может нанести очень большой ущерб сельскому хозяйству. Так как погибают, летальность при заболевании африканской чумой свиней достигает 100%. Причем при поражении вирусом смертность наступает на первый, от первого до седьмого дня. Чаще всего первый-второй день появляются симптомы данного заболевания. Симптомы африканской чумы свиней – это высокая температура, отказ от пищи, рвота, кашель и так далее. Но хочу обратить внимание, что по симптомам африканской чумы свиней установить диагноз не смогут даже специалисты ветеринарной службы. Так как точный диагноз может установить только по результатам лабораторных исследований. У нас сложилась очень неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней у наших соседей в Украине. Только с начала 2017 года в Украине были зарегистрированы новые очаги африканской чумы свиней в 20 областях. Всего около 50 новых очагов, подчеркиваю, с начала 2017 года. Поэтому еще со времен появления первых очагов африканской чумы свиней у наших соседей, пока еще очаги вируса не были зарегистрированы в Республике Молдова, правительством были приняты ряд очень важных мер по недопущению распространения вируса в нашей стране. В частности, был наложен запрет на ввоз из Украины мяса и продуктов и всех продуктов животного происхождения, включая колбасные и так далее продукты. Об этом предупредили пограничники, которые работают на пунктах перехода границы, обязаны изымать все продукты животного происхождения у населения, которые перевозят их через границу, и также утилизировать их совместно с моими коллегами из территориальных подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Как я подчеркнул, вирус распространяется очень быстро, и лечение африканской чумы свиней до сих пор не разработано, и по действующему законодательству лечение заболевших свиней запрещено, все заболевшие животные уничтожаются. Вирус африканской чумы свиней на сегодняшний день еще пока не разработан. На территории Республики Молдова впервые очаг африканской чумы свиней был зарегистрирован в сентябре прошлого года на территории Данюшанского района. Буквально недавно, в марте этого года, уже несколько дней тому назад, был зарегистрирован еще один очаг африканской чумы свиней, как сказал Александр Михайлович, на территории Сорокского района. Там были в одном хозяйстве обнаружены заболевания, были уничтожены 7 свиней, и уже специалистами, моими коллегами из Сорокского района, там ведутся все необходимые меры в очаге наложения карантина и так далее. Нам необходимо предпринять ряд очень важных мер для того, чтобы не допустить распространения этой болезни на территории нашей Республики, в частности, на территории Гагаузии. Хочу обратить внимание всего населения, что это в наших с вами руках недопущение распространения этого заболевания. Какие меры необходимо предпринять владельцам животных, всему населению, для того, чтобы не допускать распространения болезни? Первое. Владельцам животных необходимо обеспечить безвугольное содержание свиней, то есть не допускать контакта домашних свиней с дикими животными, а также с бродячими животными. Переносчиками инфекции могут служить... Свиньи заражаются при контакте свиней здоровых с больными животными, также переносчиками могут служить бродячие животные, грызуны, кровососущие насекомые, комары, мухи и так далее. То есть для предотвращения распространения болезней необходимо проводить борьбу с грызунами, борьбу с кровососущими насекомыми. Очень важно не допускать забоя животных для реализации на рынках вне авторизированных убойных пунктов. То есть не допускать подворного забоя животных и реализации их на рынках. Об этом будет уже издан приказ, будет вывешен в лаборатории ветеринарной экспертизы на рынке в Камраде, о том, что не допускается подворный забой животных. Особо обращаю внимание, что перед пасхальным праздником многие жители нашего города, других населенных пунктов готовят животных для реализации. Прошу обратить на это внимание, чтобы не было для вас это неприятным сюрпризом. Все животные будут забиваться только на специализированных убойных пунктах. На убойных пунктах работают постоянно ветеринарные врачи, которые будут осуществлять предубойный осмотр животных. В случаях морейшего подозрения будут изыматься пробы и направляться для исследования в лаборатории Республиканский ветеринарный диагностический центр. Также необходимо не допускать продажу живых животных вне специализированных рынков для продаж живых животных. На этих рынках также постоянно работают ветеринарные врачи, которые проверяют наличие необходимых ветеринарно-сопроводительных документов для этих животных и также постоянно контролируют клинический статус данных животных. Необходимо предпринять все меры для недопущения скармливания продуктов животного происхождения без предварительно термической обработки. Если возникнут малейшие подозрения на заболевания животного, особенно если будет иметь место у кого-то случай падежа животных, прошу необходимо сообщать ветеринарным специалистам Комаратского управления по безопасности пищевых продуктов по телефону 0298-81474. Памятки о недопущении африканской чумы свиней будут вывешены на рынках, будут вывешены возле Приморей и так далее. Уважаемые жители Гагаузии, я еще раз хочу подчеркнуть ваше внимание этому моменту, потому что от этого зависит продовольственная безопасность нашего региона. Исполнительный комитет уделяет этому очень большое внимание. При исполнительном комитете создана комиссия по чрезвычайной ситуации в области животноводства, которую я возглавляю. Поэтому все те мероприятия, о которых говорил Михаил Михайлович, мы будем внедрять на территории всей нашей автономии. И поэтому прошу вас быть бдительными, особенно в тех случаях, о которых говорил Михаил Михайлович, относительно заболеваний этих животных. и немедленно, незамедлительно сообщать соответствующие службы по безопасности пищевых продуктов. Вот так. Как-то все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова